Божье провидение. Книга Бытие. Глава 24. С 10 по 27 стих. И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодязя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал. И которая скажет. Еще не перестал он говорить. И вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом. Дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал. Дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала. Пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала. Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойла. И побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в десять сиклей золота. И сказал. Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему. Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила, на хору. И еще сказала ему. У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал. Благословен Господь Бог, Господина моего Авраама, Который не оставил Господина моего милостью Своею и истинною Своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего. Размышления, часть первая. Молитва о вере. Книга Бытие, глава 24, с 10 по 14 стих. Слуга Авраама начинает свое долгое путешествие в поисках жены для Исаака. Это сложная задача найти женщину, которая будет готова оставить свой дом и отправиться в путь, чтобы стать женой неизвестного ей человека. Но он верит, что Бог направит его. Применение. Как вы реагируете, когда теряете контроль над обстоятельствами? Что помогает вам в моменты неуверенности продолжать доверять Господу? Размышления, часть вторая. Распознать Божью волю. Книга Бытие, глава 24, с 15 по 27 стих. У колодца Ревека встречает слугу Авраама, и он просит у нее воды. В ответ она проявляет к нему доброту и заботу. И во время разговора слуга понимает, что перед ним как раз та женщина, которую избрал Господь. Христианам нередко задают вопрос, как они распознают Божью волю. И ответ чаще всего прямо перед нами. Бог являет свою волю не только через знамения и чудеса, но и через разговоры с людьми, обстоятельства и Слово, которые Он нам дал. Все, что нам нужно, это остановиться и прислушаться к Его голосу. Применение В каких обстоятельствах Божья воля являлась вам самым неожиданным образом? Какие духовные практики помогают вам находить руководство Господа? Молитва дня Господь Бог, перед лицом жизненных обстоятельств я склоняю колени перед Тобой. Верю, что Ты поведешь меня твердой, любящей рукой. Открой мои духовные глаза, чтобы я видел, какую работу Ты совершаешь и следовал за Тобой в послушании. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok